Регионы Казахстана уникальны и неописуемо красивы. Каждый раз природа поражает. Сейчас я стою на высоте примерно в 1200 метров над уровнем моря. Это восточный Казахстан, и кажется, что здесь есть абсолютно всё. И горы, и озёра, и реки, и уникальные травы, и животные, которых больше в Казахстане нигде и не встретишь. В этом выпуске мы покажем вам уникальное мораловое хозяйство. Вы смотрите программу «Малая Родина». Здравствуйте! Моралы – это благородные олени. Их разведение – один из брендов восточного Казахстана. Мы приехали в местное хозяйство с многолетней историей. Начиналось это ещё лет 20 назад. Мы ещё маленькие были, родители начали это дело. Отец начал примерно с 50 голов моралов. Маленькое хозяйство было. Один двор, 50 моралов и сад из города было. Дамир Каликан продолжил семейное дело. Хозяйство постепенно разрасталось. На его территории открыли лечебницу и поголовье увеличили до тысячи особей. Если заниматься другим хозяйством, крест, либо вошедьми, можно не до тысячи, а 10 тысяч довести. Просто мораловаться очень трудно. Морал содержать – это сад, изгород, всё время ремонт требуется. Потому что это, как ни круто, дикое животное, оно всегда хочет выйти, всегда хочет уйти. Это всё время проверять, смотреть. Волки, медведи бывают, что заходят. Летом здесь каждое утро срезают моралом рога. Картина не из приятных. Рану обрабатывают обеззараживающим средством. И животное уже без рогов. Выпускают обратно в вольер. Там, где проходит процедура, очередь из постояльцев. Утро у них начинается не с кофе, а со стакана с моралью и кровью, которую набирают прямо из раны. Такое ожидаешь увидеть в экзотических странах, но никак не у себя на родине. Напитку приписывают много полезных свойств. Таким оригинальным способом некоторые приезжие лечатся и укрепляют иммунитет после коронавируса. А есть какая-то определённая порция, что нужно совсем чуть-чуть? Да, много есть на листьях, а на кровь сворачивается быстро. А это нужно именно утром? Ну, срезка рога происходит утром. Я тоже попробовала кровавый шот. Она тёпленькая, кстати. Ну, такое непонятное. И спиртом отдаёт. А вы стаканчики проспиртовываете? Нет, на дно чуть-чуть водки наливается, потому что она сворачивается, честно видеть, сразу. Но алкоголь даёт временный эффект, поэтому выпить напиток нужно быстро. Желательно залпом, иначе он превратится во что-то наподобие желе. Пить её очень как-то неприятно. Надо, как-то, его быстро выпить, и ощущение вообще... Вот мы что, эти год по три стакана пьём. Природа здесь вообще неописуемая красота. Минусов вообще не видите, получается? Минусов нет. А вам не жалко животное? Нет, это наоборот им полезно. Это вы уже какой день здесь? Четвёртый. Ну, то есть вкус крови для вас, он не новый? Нет, не новый. Мы в прошлом году были здесь. Я пятый год стабильно сюда приезжаю. Вы почувствовали какой-то эффект? О, конечно, почувствуешь. После этого... Целый год не болеем. А это у вас тоже кровь? Да, этот чуть-чуть там взяли. Сейчас намазать лицо эти. Для этого мажем. Тоже там... А зачем? Ну, лещебное оно. Как косметология? Да, да, да. Проверим и это. Это мало, надо ещё. Ещё надо говорить? Побольше, да, давайте. Побольше приехать. Ну, как я выгляжу? Отлично. Отлично? Так у меня теперь рука вся в крови. Ничего, это лично ничего не бывает. Это полезно. Ага. Полезно, полезно. А теперь у меня левая рука будет моложе, чем правая, да, получается? Да. Держать я долго не стала. Смыла. Кроме меня, в округе было ещё несколько женщин с кровавой маской. Кто-то поделился ощущениями. А, ну она стянула, да, числа? Трудно говорить. Чувствуется эффект? Ой, эффект. Очень даже. Я не знаю, у меня лицо как у... Не скажу, как у младенца, но как у молодых. Применение здесь находят не только для крови. Свежесрезанные рога отправляют в кипящую воду. Получившийся отвар – основа для местных косметических процедур. После срезки сразу привозим, окунаем в воду. А там это свой процесс консервировки. Сколько держать, как держать. А сколько держать? Да, по минутам. Больше не нужно, да? Да. В восточных традиционных системах врачевания в Китае и Корее панты, то есть строга, широко используются для сохранения силы и молодости. Но не все страны признают такие методы. Профильное управление США, например, не считает панты лекарством в связи с отсутствием научной оценки. Положительный эффект не обнаружили и новозеландские исследователи. Несмотря на это, спрос на необычное лечение большой. В это учреждение люди едут со всех концов республики. Их не останавливает дальняя дорога. Аэропорта или крупной железнодорожной станции здесь нет. Из Усть-Каменогорска ехать примерно 5 часов. По извилистой и ухабистой дороге. Хотя местные на нее не жалуются. У нас здесь за границей едут. За границей, с Германией в этом году много людей было. С России много едут. И они все постоянные. Кто один раз был, они каждый год приезжают. С Павлодара есть такой, Петр Ян. Он к нам приехал в 20-21 год уже. Он еще приезжал, говорит, я тебя помню. Так вот такой маленький бег. Не отпугивает клиентов и стоимость. А по ценам как здесь, кстати? Цены ощутимые. Я за себя за сутки 55. С женой мы 110 платят. Ну, дороговато. Мы ездили по 35 было, сейчас вот 55. Ну, сейчас питание маленькое улучшилось у них. Но, с другой стороны, такие суммы оправданы. Хозяйство работает только летом. За небольшой срок нужно собрать максимум выручки. Мы мало спим, работаем. У нас сезон. Нам сейчас 3 месяца нельзя. Нам вообще спать нельзя, правильно говорить. Мы заработаем всего 3 месяца. Основное время на эти деньги мы должны строиться, морал содержать и так далее. Зарплату рабочим платить. Всего 3 месяца. Надо успеть. Все своими силами. Если на разведение другого вида скота выделяются субсидии, то мораловодство на попечении самих фермеров. За скотом всегда уход нужно. Я понимаю, там другие места как-то. Раз закрыл, там день, ладно, отдых, да, всем отдохнуть. Но скотом все закушать хочется. Это живая жизнь. Сейчас сезон для заготовки сена. 7 месяцев в году животные на подкорме. Хотя моралов здесь на хозяйстве холят и лелеют, большую часть времени они пасутся сами по себе. К человеку не привыкли. А вот люди к ним давно. Детство здесь привыкли. Я еще маленький бы здесь ходил. Детство занимаюсь, и как-то ничем другим не занимался. Главное было, сказали, надо делать. Делал. А потом, когда уже делал, уже как, просто все это, что дальше делал. Получилось самое главное. Раньше, когда я отсюда не выезжал никуда, привычно было. Думаю, почему так поражаюсь в этой природе. А потом, когда уже по Касану поездил, посмотрел, понял, что у нас котовый рожай такой есть. Уже оттуда приезжаешь, уже смотришь, понимаешь, чему люди удивляются. У нас вообще пересетиво развитие туризма, которая очень большая. А чисто здесь? Потому что, например, в Боровом уже есть такая проблема, что люди приезжают и оставляют после себя мусор. Не без этого. Есть такое? Да, есть такое. Обидно? Конечно, обидно. Мы сами ездим, обязательно с собой мусор что-нибудь привозим, собираем. Ну, бывает, люди ездят, мусорят. Не без этого. Теперь задача – развивать и поддерживать регион. Быту такое мнение, что здесь, наоборот, дороги разбитые, зимой не проедешь. Дороги хорошие. Ну, например, вот эта вот дорога, основная дорога, когда сирнули, асфальт на это, в прошлом году положили, до этого гравийка была плохая. Гравийную дорогу отремонтировали до этого. В прошлом году асфальт положили 14 метров. Сейчас уже дальше начало жить. Но даже при наличии хорошего дорожного покрытия трудностей хоть отбавляй. Да, на развитии трудностей очень много. Это логистика. Далеко нам ехать. Нам самим далеко довозить. Строематерируем, любую вещь даже строится. Строематерируем пока доведешь, у нас три дороги выйдет. С кадрами тоже проблема. Сюда специалистов завлекали со всей страны. Самая актуальная тема – это урбанизация. Все селы уезжают, в город уезжают. В селах людей нет. И работы всего нет. Ну, молодежь не хочет. Одно мне хочу, вот одного отучить на ветеринара. Ну, кто сейчас хочет молодых на ветеринара отучиться? Никто не хочет. Все хотят в городе. Несмотря на все трудности, хозяйство планирует продолжать масштабирование. В сентябре сезон закончится. До следующего лета нужно построить новые помещения, отремонтировать старые и сохранить поголовье. В Казахстане много интересных мест и интересных людей. Мы будем продолжать рассказывать вам о них в наших новых выпусках. Смотрите программу «Малая Родина» на телеканале Хабар 24. И до встречи. «Малая Родина» на телеканале Хабар 24. «Малая Родина» на телеканале Хабар 24. «Малая Родина» на телеканале Хабар 25. «Малая Родина» на телеканале Хабар 24.